Ну что ж, давайте сегодня поговорим о диафрагмальном дыхании. Как много споров, надо дышать животом, надо дышать грудной клеткой, должны двигаться ребра, не должны двигаться. Но давайте вернемся в анатомию. Итак, чем больше объем легких, тем больше кислорода поступит к альвеолам. Тем больше вероятность, что произойдет газообмен с максимальным количеством поступления кислорода. Соответственно, когда у нас происходит увеличение объема грудной клетки? Когда ребра двигаются амплитудно. Как у нас крепятся ребра? Если посмотреть на ребра, то они как ручка у ведра. Спереди грудина, сзади грудной отдел позвоночника и ребра. Два ребра у нас свободно не крепятся по передней поверхности, но они крепятся сзади. И движение объема, то есть представляем себе объем грудной клетки, когда ребра по боковой подмышечной линии совершают хорошую амплитуду. Но давайте положим рук себе на ребра и попробуем сделать грудной тип дыхания. Напоминаю, что основной газообмен происходит в нижних долях наших легких. Соответственно, на нижней части ребер мы ориентируемся. Мы с вами делаем вдох. Итак, мы делаем грудной тип. Вдох и выдох. Запоминайте, как двигаются ребра. Я покажу с двух сторон. Мы не видим движения ребер в сторону. Мы не видим увеличения объема. Мы видим расширение по передней поверхности, но напряжение по задней поверхности. Прекрасно, давайте разберем. То есть грудная клетка оптимальна в естественном паттерне дыхания. Напоминаю, в естественном. В обычной нашей жизни никак сильно не меняется. Что с брюшным типом? Когда у нас двигается только живот. Мы делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, вдох, выдох. Тоже непонятно. Вроде как ребра принципиально не двигаются. Живот растягивается, стенка растягивается, но сами ребра, сам объем, с ним ничего не происходит. Как возможен диафрагмальный тип? Когда амплитуда диафрагмы максимальна. Она возможна, когда у вас функциональные мышцы живота. То есть они не перерастягиваются у вас постоянно. То есть ваши мышцы живота имеют хороший тонус и участвуют в вашем акте дыхания, если необходимо, во время того, как вы говорите, во время движения. То есть они сокращаются и сохраняют свое сокращение в процессе вашего дыхания. То есть вы можете их удерживать в паттерне дыхания. Давайте мы потом это разберем на следующем уроке. Сейчас вернемся к диафрагмальному. Итак, опускание диафрагмы вниз предполагает расширение, увеличение объема ребер. Ставим себе руки на боковую часть. Мы не сокращаем мышцы живота, не давая им двигаться. Если вы очень долго дышали брюшным типом, не дайте животу перерастянуться. Он расширяется. Это нормально. Стенка живота, смотрите, слегка растягивается, но не перерастягивается. Вот это вот перерастягивается, а вот это вот слегка растягивается. Итак, стенка живота функциональна, и это ваше волшебное, красивое, здоровый и плоский живот. Что же происходит с ребрами? С ребрами происходит следующее. Мы делаем вдох. Я не делаю даже форсированный вдох. Это обычный вдох. И выдох. Это обычный вдох, где ребра двигаются в максимальной амплитуде без дополнительного напряжения. Ничего не тянется сверху, ничего не перерастягивается снизу. Внутри брюшное давление идет точно в чашу таза. Мышцы тазового дна на вдохе, внимание, расслаблены. Именно поэтому в первом этапе у нас есть два бесплатных марафона. Вечерний интенсив дыхания и марафон тазовое дно. Можно ли научиться управлять своим дыханием? Можно. Можно ли сделать это на всю жизнь? Научился и больше никогда не бывает проблем? Нет, потому что мышцы вдоха завязаны на мышцы дыхания, завязаны на нашем эмоциональном состоянии. И если они завязаны на эмоциональном состоянии, то они и реагировать будут на это эмоциональное состояние. Но когда вы обучились управлять своим телом в паттерне дыхания, вы всегда можете вдыхать так, как вы хотите. Например, вдыхаем только одной частью грудной клетки. Это не значит, что вторая не движется. Она просто движется в меньшем объеме. Делаем движение. Вдыхаем второй частью грудной клетки. Делаем движение с этой стороны максимально большое. А может быть с этой. Делаем так, чтобы движение прошло максимально по задней части ребер. Я поставлю свои руки. Это и есть управление собственным телом в паттерне дыхания. Не забываем про мышцы тазового дна. 20 тысяч раз управляемого движения. Это ли не чудо? Это ли не здоровье? Встретимся на следующем уроке. ИНТРИГУЮЩАН и 1000 girl roz co honestly си Indonesanti предоставил своихieros. ИНТРИГУЮЩАН и Ю Brenda СТОЧИЕ МОЖАН ИНТРИГУЩАН, А БОЭТЕЛАите.